Всем привет! Итак, я на неделю оказался в Екатеринбурге. Хочу сделать влог, в котором мы будем тестировать местные питейные и едальные заведения, как это было когда-то в Нижнем Тагиле. Ролик вы можете посмотреть вот здесь. Но также мы будем его разбавлять какими-нибудь достопримечательностями. Сейчас, например, я иду в Ельцин-центр и сделаем небольшой обзорчик, что же там такого интересного. Погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, посетили мы Ельцин-центр, но в музей не пошли. Не захотели мои коллеги туда на это время тратить. Ну, вы видели там все. Там музей, наверное, каких-то личных вещей Бориса Николаевича. Там есть его ЗИЛ, на котором его возили. Там есть мотоцикл сопровождения. Ну и какие-то личные вещи еще. Вообще сейчас проходят Дни Италии тут в Екатеринбурге, потому что крупнейшая выставка инопром и партнер страна Италия. Поэтому там все на итальянский лад сегодня. Итак, друзья, отель Амиго называется. Я поселился и прожил здесь одну неделю. Я решил сделать обзор немножко наоборот. Не когда заселяюсь, а когда выселяюсь, потому что у меня уже есть свежие чувства какие-то. Вот. Так вот, я вам могу сказать первое. Вот я сейчас включил камеру для чего. Ну, все окна, которые выходят на эту сторону, они ощущают гул проезжающего поезда. Ну, мне это не мешало спать. Но имейте в виду, что вся вот эта вот солнечная сторона, она вся шумная. Вот. Значит, номер, в принципе, неплохой. Вот я сейчас покажу. Ну, значит, так достаточно уютненько. Вот кровать, санузел. Вот оно. На втором этаже у нас есть тут гладильная доска. Посмотрите, можно здесь погладить. Итак, друзья, сегодня первое заведение в самом центре Екатеринбурга, напротив башни Высоцки. Гостиница Центральная. А заведение называется А ты где? Там подают очень вкусные и недорогие бургеры. Поехали посмотрим, точнее пойдем посмотрим, что они будут из себя представлять. В середине обслуживают в масках. Тут есть различные бургеры, вот от фирменного до, я не знаю, на черном этой булочке. Стейки различные, снейки, добавки, салаты и, конечно же, разливное пиво по 89 рублей. Мы находимся в высокотехнологичном заведении. Будут использоваться такие штуки, то есть, когда будет заказ готов, она просто замигает, заморгает и будет издавать звук. Это означает, о, прямо сейчас это произошло, можно идти и забирать свой заказ. Слушайте, вот такие вот бургеры за 210 рублей продаются в самом центре Ширилл Бурга. Не то, что в Москве, мне кажется, в Едлина окраинах такого не сыскать. Давайте попробуем их на вкус. Я, мне кажется, раскусил цену этого бургера Бурга. Где-то процентов на 30 больше, чем сама котлетка. Давайте попробуем открыть и посмотреть, что же там внутри. Ну да, котлетка тоненькая, она как бы не всю гулку покрывает. Вот, но какая она на вкус, мы сейчас проверим. Она гриль, чем-то напоминает бургеркин. Друзья мои, я, конечно, немножко разочаровался в этом бургере, потому что, ну, я был здесь до этого три раза. Мне они казались вкусными, но я думаю, что я просто был очень сильно голодный. Сегодня я его распробовал, и мне кажется, что мяса немножко как бы маловато для такого бургера. Булочка слишком большая, она невкусная. Не пропитался соусом. Вот эта вот сама булочка должна быть пропитана. И мне кажется, что это бургер не уровня бургера, а уровня какой-то забегаловки. Наверное, поэтому он стоит 210 рублей. Салат, в принципе, неплохой, особенно вот эта вкусная заправка. Но томатов черри, по мне, слишком маловато. Могли бы положить побольше. Вот, поэтому давайте оценим это заведение, ну, наверное, на тройку-четверку в активальной шкале. Поэтому поехали дальше. Я думаю, что в ближайшие дни мы еще посетим какие-то заведения. И отведаем более вкусную пищу. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал! Спасибо за просмотр! Итак, друзья, очередной ресторан. Сегодня он называется «Гады», и там еще какое-то название «Крабы и вино». Говорят, что это отличный ресторан морской кухни в Екатеринбурге. Сегодня мы отведаем пищу, посмотрим, чем там кормят, сколько все это будет стоить. Погнали! Итак, первое, что я взял среди горячих закусок, это миди в винном соусе с белым виньяком. Им даются такие перчатки, которые можно будет сейчас съесть руками. И мы сейчас посмотрим, что они себе представляют и какие они на вкус. Так, перчи. Перчи no size, они подают как большому какому-нибудь мужику, и у него, так и какой-нибудь даньми с маленькими руками. Очень вкусно. Очень вкусно. Лучок тут есть. Вино, винный соус чувствуется. Они не резиновые, как бывает иногда, они очень вкусные. Прямо вот так вот. Ну, реально вкусно. Застойно. Итак, на горячее я взял спагетти с томатами и с креветками. Креветки похожи тигровые, я вижу по форме. Такое блюдо я еще у нас на канале не готовил. Но я вам обещаю, что когда-нибудь это сделаю. Оно достаточно несложное. Но я уверен, что очень вкусно. Давайте попробуем на вкус, у кого оно здесь. Порции, конечно, маловато, но оформлено очень неплохо. То есть сделано спагетти, креветки, еще какой-то такой соус. Смесь томатов, чеснока, наверное, и зелени. Неплохо. Креветки безумно вкусные. Походу, реально они морепродукты умеют готовить. Топчик. Я в Инстаграме прочитал, что у них здесь какой-то шеф-повар высочайшего уровня. Супер. Мне нравится. Спасибо. Итак, друзья, отужинал я в ресторане, который называется «Гады». Мне очень понравилось. На самом деле ценник такой оверпрайз, как говорится. То есть чуть-чуть выше среднего. Но для Екатеринбурга, я думаю, может быть, это даже не выше среднего, а такой high-level. Поэтому я считаю, что за гадами, за морепродуктами обязательно отправляйтесь сюда. Не пожалеете. Поверьте. Спасибо. 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 И так, друзья, я выселился вот из этой гостиницы «Амиго». Мне понравилось отношение персонала. Ну, не всего. Вот, которую я вот показал. Сейчас администратор очень хорошая женщина, отзывчивая. На все вопросы решает. Другой администратор оказался чуть-чуть злее, потому что есть в отеле услуги прачечные. Причем бесплатные прачечные. Они в течение часа могут постирать и принести сухое белье или какие-то вещи. Так вот, они принимают все, кроме нижнего белья и носков. Вот. На вопрос, когда я спросил, почему, мне ответили, потому. Вот. А когда я сказал, что я могу сдавать сам, постираю ваши машинки, мне ответили отказом. Вот. Ну, с завтраком не очень. Завтрак тут 200 рублей стоит. Соответственно, нет никакого кафе, нет лобби-бара. Но есть, его приносят на подносе в номер. Там два варианта. Либо вы берете блинчики. Блинчики с творогом, либо блинчики с мясом. Йогурт и чай, либо кофе на выбор. Вот. Причем кофе такой, три в одном в пакетике. На ресепшене есть кофемашина, но там кофе стоит 70 рублей еще дополнительно. Вот. Также есть вариант типа английского завтрака. Это каша с оладушками. Вот. Но кашу я не попробовал, потому что ее просто залили кипятком. Она еще не успела приготовиться. И мне ее вот так вот принесли. Я что-то побрезговал ее есть. Вот. Ну, район тут такой, конечно, тоже не очень. Мы, дело в том, что на выставке тут работали, на инопроме. И все гостиницы были заняты. Нам, мы выбрали то, что есть. Вот. Так что все свои мысли по поводу отеля я вам рассказал. Как всегда, делать выводы только вам. Ехать сюда, не ехать. Номер, кстати, стоит 2500 рублей. Плюс завтрак 2700. Вот так вот. Такое мое резюме. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok